МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 декабря в 15 часов 7 минут по московскому времени с Байконура выполнен успешный пуск ракеты «Протон-М». В связке с разгонным блоком «Бриз-М» ракета вывела на околоземную орбиту новые российские телекоммуникационные спутники серии «Экспресс» — АМУ-3 и АМУ-7. Аппараты пополнят орбитальную группировку компании «Космическая связь». Перед запуском на площадке номер 200 космодрома Байконур наш корреспондент Николай Вдовин побеседовал с генеральным директором предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева Николаем Тестоедовым. Николай Алексеевич, на Вашем предприятии создавались спутники «Экспресс» серии. Для чего их предназначение? И какие особенности и отличия от спутников «Экспресс-80» и «103», которые Вы запускали совсем недавно? Спутники «Экспресс» — это самая современная серия космических аппаратов, предназначенных для обеспечения связью, телевидением, интернетом. И они крайне востребованы, особенно для регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера. Созданы аппараты на унифицированной, отработанной ранее платформе «Экспресс-1000». И Вы правильно упомянули аппараты «Экспресс-80» и «103», которые летают на этих же платформах. Какова масса спутников и гарантированный срок существования аппаратов? Великолепное решение, отработанное нами совместно с кооперацией, заключается в том, что масса спутника может достаточно широко варьироваться. И аппараты серии «Экспресс-1000» в нашей практике имели вес и 1350 килограммов, и 2400. Авионика одна и та же, меняется конструкция. Это позволяет нам набирать космические аппараты, например, для парного запуска. И вот в данной связке двух аппаратов «Экспресс-АМУ-7» и «АМУ-3» – это более 4 тонн. Срок какого существования – это 15 лет. 15 лет – сегодня это уверенная работа электроники. И для того, чтобы продлить срок жизни спутника, мы его заправляем топливом еще на 2-3 года дальнейшей работы. Это всегда оправдывается. Потому что такие спутники востребованы, и за 15 лет службы, работы для нашей страны, они не устаревают морально и технически, и обычно продолжают работать дальше. Ну, если забегать вперед, какие в будущем спутники предполагается делать? Как платформа будет модернизироваться? – Есть понятие эволюция, есть понятие революция. Эволюционные эти спутники будут просто совершенствоваться. У нас есть аппараты серии «Экспресс-2000», которые в два раза тяжелее. Мы непрерывно дорабатываем бортовые приборы, полезную нагрузку, и они становятся все более эффективными. Но есть революционные решения, такие как многоспутниковые системы. И, к сожалению, у всех на слуху OneWeb, Starlink – это зарубежные системы. Но с этого года мы стартуем в разработку и изготовление собственных многоспутниковых систем. Это по заказу госкорпорации «Роскосмос». Это система для создания интернета вещей «Марафон». И такая же многоспутниковая система для широкополосного интернета – это «Скиф». Поэтому мы одновременно дорабатываем и совершенствуем аппараты типа «Экспресс-1000», которые запускаем сегодня, и одновременно открываем новые решения и новые возможности. До выведения спутников займет около 60 суток и будет выполнено при помощи стационарных плазменных двигателей аппаратов. Новые космические экспрессы займут места на геостационарной орбите в точках стояния 103 градуса и 145 градусов в восточный долг. В «Сколкове» подвели итоги первого акселератора ракетно-космической отрасли по пяти направлениям стратегии цифровой трансформации. Принять участие в создании сквозных информационных технологий вызвались авторы более 200 проектов. В сфере создания новых продуктов и сервисов одними из победителей стала команда разработчиков устройства для очистки околоземного пространства от так называемого информационного мусора – избыточной спутниковой передачи данных. «Мейросад» – это спутник со встроенным искусственным интеллектом. Мы сделали так, чтобы спутник стал чуточку умнее. То есть он отбирает необходимые материалы и, когда наступает окно связи, сбрасывает только необходимую информацию, а не весь ворох, который он насобирал. То есть это такой хороший, качественный интеллектуальный фильтр, встроенный в спутник. Основными заказчиками проектов выступили Головной институт Роскосмоса «ЦНИМАШ» и РК «ЦИФРА». При активном участии организации отрасли по всем заявкам была проведена тщательная экспертиза. В сжатые сроки финалисты прошли акселерационную программу и в так называемый «Демо-день» презентовали готовые решения. Сегодня мы презентуем и понимаем результаты акселерационной программы, которая прошла вместе с нашими предприятиями, вместе с экспертами с наших предприятий, которые выступали своего рода менторами для команд проектов, которые помогли сформулировать их идеи и упаковать их в конкретные продукты и проекты, которые в дальнейшем уже могут найти отражение в различных сферах применения, будь то участие в наших НИРах или уже даже ОКРах, или, возможно, в принципе, даже сегодня обсуждалось в рамках одного из проектов вопрос вхождения в капитал и докапитализации одной из команд. Поэтому здесь потенциал колоссальный. В рамках цифрового акселератора «Роскосмос» мы подали именно тему цифрового двойника системы отделения. На данном чисто космическая тема, но мы ориентируемся как и на ближний, так и на дальний космос в плане использования системы отделения. В Роскосмосе подвели итоги празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. В 2021 году юбилейные мероприятия прошли по всей стране и активно освещались как российскими, так и зарубежными СМИ. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин особо отметил концерт оркестра Юрия Башмета на Байконуре и старт совместного с Первым каналом проекта «Вызов». В 2021 году 48 выдающихся ученых и инженеров стали лауреатами премии правительства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Подробнее о подведении итогов празднования 60-летия начала эры пилотируемой космонавтики смотрите в программе «Большой космос» 18 декабря в субботу. Продолжение следует... В Крокус-Сити-Холл состоялся Всероссийский образовательный бизнес-форум «Репутация». Деловое событие Министерства культуры России открыла сессия «Профессионалы будущего». Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о прорывных технологиях ракетно-космической отрасли России, страны, впервые открывшей миру космические горизонты. Космическая наука. Неужели есть более интересные вопросы в жизни, чем вопросы о том, существует ли кто-то еще, кроме человечества, в космосе? Вот у нас в следующем году «Роскосмос» отправляет миссию с европейскими коллегами на Марс, миссию, экзомарс. Миссия нацелена только на изучение, были ли какие-то признаки жизни, органической жизни на этой планете, или не было никогда. Я уверен, что мы должны искать. А если взять военный космос, которым мы тоже занимаемся? Реально сейчас на боевом дежурстве находятся наши ракетные комплексы. Не надо стесняться своих комплексов, особенно боевых. Сейчас «Роскосмос» работает над новым комплексом. Это «Сармат», это стратегический боевой комплекс, который лет на 40 обеспечит безопасную жизнь ваших, ваших детей, внуков. Занимайтесь чем хотите. Имейте свою гражданскую позицию, суверенный статус страны. Не бойтесь ничего, потому что есть такие комплексы, которые не позволят никому покуситься на безопасность нашей страны и ваших детей. Сессия «Космос» стартовала с доклада Максима Овчинникова, первого заместителя генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам. Он раскрыл интригующие подробности перспективных проектов госкорпорации, а также расставил важные акценты, касающиеся точек роста отечественного космоса. Самая главная надежда у нас на Амур-СПГ. Современный ракетоноситель на топливной паре СПГ «Керосин» планируется ее сделать возвращаемой. И мы впервые, наверное, за многие годы проектируем ракетоноситель под издержки, то есть под заданную стоимость пусковой миссии. По сравнению с ракетоносителем «Союз-2.1Б» чуть ли не в два раза предполагается снижение стоимости запуска. С учетом того, что ракетоноситель, в том числе первая ступень, будет возвращаемая, мы планируем, в общем, извините, сделать всех конкурентов по параметру стоимости и качества. В кулуарах гости и спикеры форума смогли обменяться мнениями в неформальной обстановке. Сессия «Космос» стала завершающим эпизодом на площадке репутации новой платформы для высокого делового общения. Пилотируемый корабль «Союз-МС-22» доставлен на технический комплекс космодрома «Байконур» для проведения штатной подготовки в соответствии с графиком программы транспортного обеспечения российского сегмента Международной космической станции. Крупнейший марсианский парашют успешно завершил свое первое высотное испытание. Это критически важный этап для обеспечения запуска миссии «Экзомарс» в 2022 году. Оба парашюта первой и второй ступени успешно прошли испытания в этом году. Госкорпорация «Роскосмос» в 2022 году планирует запустить около 20 микроспутников и малых космических аппаратов в рамках совместных партнерских проектов с образовательными организациями. Запуски будут осуществляться на ракете-носителе «Союз-2» с космодрома «Байконур». Их оператором выступит российская компания «Главкосмос. Пусковые услуги», входящая в «Роскосмос». Протон-М и парад планет. Тяжелая ракета на площадке номер 200 космодрома «Байконур» на фоне ночного неба с Луной, Юпитером, Сатурном и Венерой. Фотограф «Роскосмоса» Иван Тимошенко запечатлел редкое астрономическое явление во время подготовки к недавнему запуску спутников «Экспресс» серии «АМУ» для государственного предприятия «Космическая связь». Туманность «Пэкман». Этот газовый комплекс в созвездии Кассиопеи назван в честь персонажа одноименной компьютерной игры. Автор работы – Алексей Черенков. Комета Леонардо перед звездным скоплением М3. Согласно прогнозам, она должна была стать очень яркой, однако это оказалось не так. Леонардо, хотя и видна невооруженным глазом, однако заметить ее на звездном небе не так-то просто. В настоящее время комету нужно искать перед восходом Солнца у горизонта в восточной части неба. На этом снимке она пролетает в шаровое звездное скопление М3, которое находится в 35 тысячах световых лет от нас. А вот расстояние от Земли до Леонардо в эти дни составляет всего 35 миллионов километров. Снимок Дэна Бартлетт. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroscosmos.ru И до следующей космической среды. Присылайте наши астрофотографии, которые поймали на August 3, Gods 17. ¿Припос